Русская служба новостей. Русновости.ру Подъём! Восемь часов тридцать четыре минуты. Среда, двадцать восьмое сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Русская служба новостей. Русская служба новостей. Десять будете на МКАДе, а вот в Москве кисло, пишет ММ. Бедные сдохли, бедные умерли, просто бедные сдохли. Это разные-разные люди результируют. Статистика. Это, наверное, Настя сказала во обзоре печати, что количество бедных преуменьшилось. Да, уменьшилось, конечно, бедных, знаешь, да? Необъемлемо увеличилось, да. По разным изданиям. Да, в одних увеличилось, в других почему-то уменьшилось. Калужская стоит за 10 километров от МКАД, а додики ползут по обочине. Полиция на посту отворачивается. Ну, из-за кого пробки, спрашивается, говорит Алексей. Ну, понятно, из-за нас, Алексей, потому что мы потом начинаем друг другу подрезать с обочин, тормозить. Все это растягивается потом на несколько часов. Тетки в больнице добавили зарплату и тут же на эту сумму сняли выслугу. Вот какая статистика, пишет Олег. Так, на Новой Риге в область БМВ сбило кого-то. Судя по повреждениям человека, как минимум, тело накрыто, машина, капот и крыша очень сильно повреждены. БМВ сбило человека на Новой Риге в область. Так, число бедных. Так, все по числу бедных. Давайте-ка вот что. Давайте-ка вернемся к движению чуть-чуть. Машина спецслужб с мигалкой устроила ДТП, это для разминки. Автомобиль Федеральной службы безопасности, ФСБ, выехал на встречную полосу. Ауди А4. А почему они считают, что он ФСБ, он ЕКХ был? ЕКХ, мы привыкли думать, что ЕКХ это ФСО? Ну, да, в общем и целом. Но, может быть, они меняются. Может быть, они там меняются, друг дружке дают ЕКХ поездить. Он выехал на встречные трамвайные пути и несся по встречным трамвайным путям. Как обычно, это водится у них без сирены. Таким образом, как привидение. А человек просто разворачивался налево, и он его врубился, этот ЕКХ, в нормального, обычного человека, одного из нас. Потому что он несся по встречке, что трудно было предположить, по встречным трамвайным путям. И, естественно, без всяких звуковых сигналов, без сирены, как это обычно и принято среди вот этой касты избранных. Они не хотят себя глушить сиреной и ездят втихую. Иногда только попукивают. Вот. Приказано не маячить. Я хотел по вчерашнему рейду. Вчерашний рейд вызвал коллапс в Москве. Вчерашний рейд. И он продолжался весь день. Я еще ехал что-нибудь после семи вечера в центр. И еще у арки, у Триумфальной арки, стояло какое-то невероятное количество ГАИ, ну, может быть, машины четыре или больше, с какими-то шеренгами стояли. Ну, нет, не четыре, значит, вот я уже точно же и понял, что я ошибаюсь. Их было больше. И они останавливали уже не только мигальщиков, они уже останавливали вообще всяких понтовых. А не все, кто по вот этой вот центральной полосе? Они, знаешь, когда с нами... А там можно по центральной полосе до поворота ехать, там же поворот, и когда ты уже выходишь напрямую, и ты виден этим самым... И так многие делают, я просто видел это, да? Значит, ну, они... Когда двигаешься куда? Из центра в область? Ну, вот к арке едешь, там последние, может быть, метров 800, они тебя видят, а до этого многие-многие-многие несутся по встречке и по разделительной, а потом встраиваются в повороте, встраиваются в левый ряд. Ну вот. А некоторые продолжают, и они останавливали там огромное количество всяких американских джипов каких-то больших и так далее. Я понимаю, что там происходили препирательства, в общем, вчера были представлены элиты, были представлены милиции. Хорошо бы понять, вот из чего состоит визитная карточка такого элитного парня, когда его останавливают ГАИ. Кто участвовал во вчерашней операции? Позвоните нам, 788-107-0 или напишите на смс. Плюс 7-925-101-107-0. Слушайте, вчера пол Москвы рассказывала друг другу, одни рассказывали, что у них... Че я гундосе? У меня гундос и голос, да? Носоглотку у всех в связи с похолоданием. Носоглотку я сдал пока в ремонт, ребят, на техобслужение. Носоглотка на техобслужение. Алло, здравствуйте. Вы участвовали вчера в этой акции? Ну, относительно. Как это? Ну, ехал домой, никогда такого не видел. У акции тусовалось где-то два полковника ГАИ, что для ГАИ очень большое звание. А, это понятно, понятно. Слушайте, нам нужен участник, вот нам участник. Вот пусть полковник отпустит, 788-107-0. Полковник пусть звонит. 788-107-0. Кто участвовал вчера или вас останавливали наоборот? Или вы останавливали вчера? Или вас останавливали? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей. Можно быстренько продвижение? Да, если что-то экстраординарное. Вот Минка стоит не от Одинцова, а от Переделкина. И от МКАДа внутрь Москвы до Рублевского шоссе. Я очень хорошо объехал на МКАД на внешний и через Заречье на Минивку. Все понял, спасибо. 788-107-0. Вы участвовали вчера в этой акции или вас останавливали? Или вы останавливали? Алло, здравствуйте. Алло, доброе утро. Вы участвовали вчера в этой акции? Нет. 788-107-0. 788-107-0. Вы участвовали вчера в этой акции? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я в такой акте участвовал только не вчера, а до того. Ну, расскажите, вот что говорят эти славные люди, выходящие из американского эскалейда какого-нибудь? Ну, по-разному. Почему? Бывает из купе, выходит милая девушка, показывает предписание. Предписание, притом какого-нибудь наркотического комитета? Ну, да, обычно так. Ну, просто переписываются номера, составляются запросы, данные министерства, и кому принадлежит, кому выдавал. Скажите, в скольких случаях из ста им удается отмазаться? В то время это было три года назад. Ну, если команда серьезная, как бы, от руководства поступает, ноль. Ноль, то есть не отмазывается? Чего собирается сразу. А, то есть вы прямо у девочки изымаете вот это предписание? Да, изымается, как использование такого, оно регламентировано документно. Соответственно, на основании указания... А если она может? А если она отобьет? Если она отобьет, то уже отобьет. А если нет, то нет. Да, это уже ее трудности, потому что это... Когда с Ромодановским выясняли этот вопрос. Пожалуйста, приходите, объясняйтесь. А, так это от Ромодановского была девочка? Нет. Ромодановский тогда командовал в службе, собственно, безопасности. Ах, верно, верно, да. Спасибо, спасибо, спасибо за свидетельство. А кто вчера участвовал? Вчера какие-то толпы народу были остановлены. Алло, эй, или вы спите? Алло, здравствуйте. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Вас останавливали или вы останавливали? Да, да, да. Вчера меня останавливали, я когда съездил на Эскалыге. Ой, какая красота! А вас не укачивает? Нет, меня укачивает сбоку. Я сижу за рулем, да? Ну, расскажите, пожалуйста. У меня номер МР, но абсолютно обычное силицо. И я ехал по левой полосе, меня остановили. Единственное, был вопрос странный. Спросили, а почему такой номер? Я говорю, ну, такой дали. АМР, да? Нет, не АМР, ХАМР. А, ХАМР. Под блатной. Ну, понятно, понятно. И они на всякий случай, чтобы, так сказать, там не простаивать, и вас поспрашивали? Да, да, да. Просто выцепили, да, остановили, посмотрели. У подполковника, по-моему. Мне скоро Роман Щукин, наш автомобильный обозреватель, значит, выдаст эскалейт покататься. Я все, я думаю, пакетик такой, пакетик для рвотных масс надо возить рядом, нет? Нет? Ну, он мягкий очень. Ну, видимо, разгоняет малолитровки. Ну, он же мягкий ужасно, а? Нет? Нет, ну, знаете, нет, ощущение очень хорошее. Нормально, да? Ладно, я поезжу скоро. Спасибо. 7,8, 8, 100, 7,0. Просто так профилактически людей остались. 8, 43. Разойдемся на минуточку. Пролетарка стоит от самого начала. Такого не было никогда. А, секундочку. На перегоне Косино-Выхина на дереве висит кукла, веревка на шее, рост человека. Люди шугаются. Я, когда работал на машине с маяком, о проверках знал за три дня. Ерунда полная. То есть их предупреждают. Ну, правильно, предупреждают-то хороших. О, 23-й. Хороших предупреждают, а плохих нет. Нет. Плохие не стоят в рассылке, нет. Да, да. И еще. Участвовал в акции, тормознули на арке, спросили, откуда номера 500, номер 500. Откуда это такое? В ответ услышал, это причина остановки, на что он отдал документы и просто отправил человека дальше. Ну, сказал, поезжайте. То есть, а откуда у вас номер 500? Денис на Ленд-Крузере. Ну, откуда номер 500? Откуда-то номер 500, у кого-то 499 и так далее. Ну, вот. Еще. На Ютьюбе полно, кто-то сейчас говорил, на Ютьюбе где-то было написано, полно генералы, друзья генералов ФСБ, родственники всех шишек и так далее. Имеется в виду, а, сняты на Ютьюбе, видеорегистраторами, ведерками сняты, да-да-да-да-да-да-да-да, всевозможные люди, которые нарушают, при этом они родственники всевозможных генералов, шишек и так далее, и так далее. Катерпиллер весь день тряс ковшом и двумя маячками, остальные поснимали. Рига перекрыта около 586-го километра. Что это такое? Это вообще на границе, что ли? На границе ходят тучи хмура. Так, Минобороны собираются проверить рядовых на детекторе лжи, солдат. Что будут спрашивать, интересно, зачем рядовых проверять? Он и есть болван, и есть болван. Чего его спрашивать? О чем его спрашивать? Ну вот о чем? Нет, приходит, я знаю, я бы ни о чем не спросил его совсем. Я бы спросил его, знает ли он, где привязана сено, солома, все, лево право, больше ничего. Что ему нужно знать-то, например, у него квадратная голова, приходит туберкулезный, нет, послушай меня, солдат, это что? Туберкулезный воробей. Который с квадратной головой, понятно? Да, бритый. О чем я его могу спросить, объясни, пожалуйста? Ну, употребляет ли он, например, наркотики? Он мне скажет, да, я скажу, ну и что? Ну, в смысле, у него их нет. Ну и дурак, скажете. Ну и дурак, но у него их нет, а мы наркотиков. Я не понимаю, слушайте, Минобороны вводят обязательный детектор лжи для солдат. Для чего? Кто это понимает? Позвоните 788-107-0. Военные впервые испытают новый полиграф, который позволит специалистам выявить любое отклонение в психике солдат. Какое отклонение? Они все додики, они все туберкулезные воробьи. Они все абсолютно какие-то недокормыши с квадратными головами. Или, наоборот, пухленькие мальчики с квадратными головами. Зачем они? Нафиг они нам нужны? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Это калибровка нуля, как в любом приборе. Это вот для солдата, да? Ну да, да, конечно. То есть, а, так они будут калибровать-то на всей армии? Представьте себе, что это... Совершенно верно. Ведь должна же быть средняя какая-то величина по армии, ноль. Ну вот, допустим, дурак, как вы сказали, да, ну вот. А на каком-нибудь умном там пиджачке будут калибровать высшие части. Подождите, интересная мысль. То есть, это вообще в научных целях может быть сделано? Вполне вероятно. Вот, спасибо. Пойми, понимаешь, да? То есть, для научных целей нужен накопленный материал среднего человека. Реакции среднего человека. То есть, армия становится в этом случае... Ни в коем случае, мамочка, ее не проверяют, армия. А достанется point of reference? Конечно. Точка отсчета, спасибо. Конечно, когда поведут анонжку, ее будут сравнивать с туберкулезным воробьем 18-летним, который приехал из деревни имени 22-го партсиезда. Понимаешь, да? И тебе будут говорить нормал или нон-нормал, абнормал и так далее. Понимаешь, да? Про тебя. Ну, официально вы хотите позицию? Давайте. Почему они что говорят? Они хотят вычислить на ранней стадии опасные тенденции в поведении испытуемого. Вот этот правильный человек сказал, господи, почему я этого не понял сразу? Огромнейшее спасибо. Нужна масса, биомасса, 500 тысяч человек обследовать, чтобы выставить нули. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это РСН? Да, это РСН, да. Я хотел по поводу полиграфа в армии. Да говорите же скорее, пожалуйста. А? Да-да, говорите же, пожалуйста. Ну, вопрос сейчас Даренко задает. Да я умоляю, но... Полиграф в армии. Девочка, вы звоните первый раз, мой хороший. А вы прямо уже в эфире давно вопрос задаете. Я хотел сказать, что полиграф в армии нужен только для того, чтобы заработать денег. Вы представляете, сколько полиграфов надо продать по госзаказу и какая с этого будет сумма? А, вы имеете в виду объем, да? Это если у каждого политрука будет полиграф. Конечно. А кто-то эти полиграфы поставляет. А кто-то их поставляет. Вот что, это объем поставок. Спасибо, вторая идея. Невероятная. Армия – это объемы. Причины в деньгах будут пилить. Это чтобы деньги умыкнуть. 77-й, 47-й. Ничего общего полиграф не имеет с оценкой интеллекта. Да нет, с реакциями имеет общий полиграф. С реакциями. А реакции имеют что-то общее с оценкой интеллекта, если позволите, 77-й. Это 8-8-77, который, да, имеет отношение реакция к интеллекту. Позвольте мне здесь, ну, предположить. А что, ну, спорьте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А можно по движению? Да, пожалуйста, если что-то экстраординарное, да. Ну, тут, скорее, смешное. Люблинка стоит, все идут, конечно, задом. Да. И здесь один, точнее, такой умный инспектор попался в полицию. Он их согнал, как баранов стада, и гонит их теперь назад. А, то есть огромное стадо задноходов, задних ходов. Да, да, да. Согнанное, и теперь их передом гонят вперед. Передом гонят вперед. Нет, подожди, он их гонит назад, сказал нам, слушайте. Назад, в смысле, вперед. И теперь это невозможно. Назад это куда? Нет, назад это куда? 788-107-0. Полиграф в армии. Огромные объемы человеческого материала. Огромные объемы денег. Вот для чего все это делается. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Роберт. Да, Роберт. Я хотел сказать, по полиграфу. Да. Ну, сейчас, конечно, у меня солдат, который выступает на службу, он в основном те, которые не поступили в университет, или которых не смогли отмазать. Поэтому реакцию мерить, это бессмысленно. Это отмывание денег очередное. И очередная главная боль для офицеров, которые будут заниматься этими полиграфами. Вот. Ну, понимаете, для офицера, если бы я был офицером, это было бы очень правильно. Это было бы такой разновидностью алтаря. Тихо, подойди сюда, сынок, положи руку на полиграф, он все знает, скажи мне, сколько у тебя денег. Там и так далее, понимаете? То есть я бы полиграфом угрожал бы. Ну, да. Единственное, для чего он нужен в армии, это спросить у солдата, ты был в самовольной атлочке или не был? Да, расскажи, сынок. С кем ты был? И у кого ты был? Мы видели тебя в офицерском городке, чья жена тебе приглянулась и так далее. Да, 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 да. Вот полиграф, он не даст соврать. А полиграф должен быть просто как священник, разновидность священника. Понимаешь? Ну, да. При котором нельзя врать. 8.51, двигаемся дальше. А у нас что-то это, того-сего. Ну, что, перезагружаемся, да? Перезагружаемся. Мы сейчас будем перезагружаться, товарищи. Ну, я могу вам с лентой пока порассказать все эти новости. Порассказывай, порассказывай. Подмосковные полицейские задержали мужчину, который подозревается в экстремизме. В Домодедово, не где-нибудь, а во вторник в Подмосковном Домодедово, мужчину задержали. Сообщают три новости в среду. На счета третьего года рождения опубликовал он на сайте городского портала экстремистские высказывания. Мужчина задержан. Очень интересно было бы теперь, конечно же, посчитать эти высказывания. А если откажусь, меня в армию не призовут, спрашивает 56-й. По поставкам полиграфов как раз Кудрин не сошелся с Медведевым, считается 93-й. А вам не кажется, что? Нужна хорошая дубинка, нужна хорошая дубинка. Здесь мы перейдем уже к обзору движения сейчас, так что давайте монтировать обзор движения, все. Вот, впереди едет раздолбанная газель сейчас, у человека впереди едет раздолбанная газель с номером 500, 500 ровно. Представь себе, эти номера покупают не только самые выдающиеся джентльмены. Да, прошу. А там Александр МСК пишет, спросите лучше у Минобороны, отчего такие сухие пайки дрянные. И присылает нам ссылку на свой отчет. Вот недавно он попробовал, опробовал на себе сухой пайок, ему, очевидно, не понравилось. Да. И поехали в движение. Русновости.ру Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. 9 часов 34 минуты, мы продолжаем. Мне страшно неловко, что я оставил голосование. Ребят, спасибо большое за напоминание. 57,9% считают, что из этого выйдет что-то хорошее, из того, чтобы засадить все коноплей. Ну, большинство. Ничего хорошего. 57,9%, простите. И 42,1% считают, что из этого ничего хорошего не выйдет. Напомню, что Виктор Иванов, госнаркоконтроль, глава госнаркоконтроля, заходит сегодня в правительство с инициативой о выделении 10 миллиардов рублей на рассадку массовую, рассадку конопли, которая, как полагает Виктор Иванов, будет хорошей коноплей, то есть без конопиоидов или с низкой долей конопиоидов. Зато из нее можно делать массу всего приятного, говорит. И, насколько я понял из перечисления, самое приятное, что можно делать из конопли, это доллар США, который до сих пор выпускается из конопляной бумаги. И вот что. А ножка обалденно делает обзор печати, а Ярославка Колома от Челюскинского домкат ненавижу. Это 38-й, что с голосованием Сергея Денцова, спасибо, вот видите, вы напомнили мне 60-й. Кутузовский тяжело в обе стороны, а особенно в область почему-то, а это Сергей, секундочку, бедные курят доллары и дохнут. А надо курить доллары, раз они делаются из конопли, это несколько раз, несколько раз такое сообщение приходит от разных людей. Секундочку, ТГК, тетрагидроканабинол, та штука, которая прет, из ДВ конопли варят химку и успешно курят. Вот из конопли, которая, да, кстати говоря, из той конопли, которую нельзя курить, варят на молоке кашу. Еще только, тоже пишут. Вероятно, Иванов просто не знает об этом. Идея с коноплей имеет право жить, но денег не давать. Пусть пересаживают из Астрахани. Денег не давать. Что значит 10 миллиардов еще на это? Вот возмущается 63-й. ГОС за год конторы по приему сырья натащит море. Спокойно, никто ему не разрешит сеять коноплю этому Иванову. Как вы поймите, он сам же и запрещает. Он и есть организация, которая запрещает. Если он перестанет запрещать, стало быть, все и начнут ее сеять. Вы же понимаете, да? Киевская летит все очень хорошо, 64-й. А может, народ меньше бухать будет, если подседут на косяки, предполагает, 86-й. В Москве есть такой, варил Монагу. Это уже несколько сообщений про Монагу. Стаканы все отлично, пусть сеют. Конопляное масло очень вкусное, помню, из юности, потом исчезло. Конопляное масло разве это не то, которое для швейных машинок использовалось, нет? Это не машинное масло, так называемое, а или рапсовое было машинное масло. Конопляное, не знаю. Да-да-да-да, ну хорошо. Все, понятно, почему пробка на Ярославке. Ремонтируют мост в Матищах, поэтому сквозной проезд через Матищи блокирован, сообщает 38-й. Все, поехали дальше. Я хотел сказать еще об одном научном опыте, уж совсем коротенько, мне дико-дико-дико интересно. В опыте по преодолению скорости света участвовали 20 россиян. Дело в том, что скорость света, мы полагаем, свою вселенную таким образом, что скорость света предельна... В вакууме. Да. И, собственно, она определяет то, что непреодолим горизонт времени, горизонт пространства времени. Поправьте меня, пожалуйста, я рискую здесь, я когда говорю на такие темы... А я вчера читала вот первую новость, там объяснял, комментировал наш ученый, академик... Ну, подожди, я не собираюсь об этом говорить долго, извините. Значит, смысл в том, что если существует способ заглянуть за скорость света, это как если бы, поправь меня, мы могли заглянуть за горизонт пространства времени. А значит, мы можем заглядывать за горизонт, то есть выглядывать в будущее и... Ну, про нашину времени вчера нашла речь. Да, то есть если мы можем преодолеть горизонты пространства времени, временной пространственного горизонта, то мы можем чего сделать, я не знаю, покинуть Вселенную, например, не знаю, и так далее. Ну, пусть нам ученые соответствующие позаняты. Покинуть черную дыру, например, понимаешь? Может быть, вот так. Слушайте, ну, я не знаю, есть ли у нас соответствующие ученые. По конопле, как выяснилось, гораздо больше специалистов, чем по пространству времени, ты заметила? 788-1070, если вы соответствующий ученый. Поясните, пожалуйста, был доклад накануне, трехчасовой доклад в Дубне, рассказывали наши физики, которые участвовали вот в европейском эксперименте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей. Вы специалист по этому вот, по пространству временному горизонту, да? Нет. 788-1070. В Дубне доклад делали физики наши, из Европы приехали. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы уже... Понятно. Да, вы покинули наш горизонт, я чувствую. Выключите радио, пожалуйста. Да, выключил. Ага. Вы понимаете в этом пространственном временном горизонте? Понимаю, прекрасно понимаю. Скажите, пожалуйста. Приведите формулу Эйнштейна. Да. Пожалуйста, в дифференциальной форме вы поймете, что ускорение невозможно с большим. Да. Но они не могут найти... Величенную, чем скорость света. Видите ли, они ищут... Величенную, чем скорость света. Понятие относительное. Они ищут ошибку в своем эксперименте, но никто не может найти ошибки. Потому что ошибки нет. Так ошибки нет. И тогда... И быть не может. И тогда? И тогда, так как скорость есть величина относительная, измеряемая относительно какой-то точке, какой-то щек, понимаете ли, она может быть превышена. Может. И тогда мы можем... Хорошо. Заглянуть за горизонт событий. На скорости 0,6 скорости света движется объект. Навстречу ему движется объект. А скорость 0,6 скорости света. С какой скоростью двигаются они относительно друг друга. Верно. И тогда мы можем заглянуть за горизонт? Мы уже давно заглянулись в него. Просто некоторые не хотят это понимать и никогда не поймут. Спасибо большое. Спасибо. Ну да, если два... Меня сейчас только что очень сильно обидели. Я, правда, не понимаю. Нет, я хочу сказать, что мне как обыватель хочется практически... Подожди, 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 я тебе очень просто. Обычный обыватель. То, что нет, ну, может быть, тут мы перешли в плоскость просто, и, может быть, мы неверны. Я просто хочу сказать, что если запорожец едет на скорости 60 км в час, и это его предельная скорость, запорожеца, предельная скорость 60 км в час, и он въезжает в бетонную стену, то его скорость 60, скорость столкновения 60 км в час. А если два запорожеца вдруг навстречу... А если два запорожеца едут по 60, то скорость столкновения 120 км в час. То есть скорость столкновения в два раза больше. Вот что нам говорит этот ученый человек, из чего я делаю вывод, что мы с тобой приорные идиоты, но я не думаю, что это обязательно соответствует тому, что исследуют ученые. Алло, здравствуйте. Добрый день, Евгений. Меня зовут Владимир Галкова по поводу сложения скоростей. Дело в том, что работает эта вся схема у нас с вами, только когда скорости значительно меньше, чем скорость света. Если мы оперируем такими скоростями, как 0,6 скорости света, то два предмета, движущиеся навстречу друг другу со скоростями, близкими к скоростям света, относительно друг друга, двигаются со скоростью света. Это исходит как раз-таки из формулы, выведенной Эйштейном. Да. То есть наша с вами обычная логика про запорожца тут совершенно не работает? Абсолютно не работает на таких скоростях. В этом и смысл теории относительности, что скорость понятие относительное. Подождите, относительное и тогда? И тогда получается у нас какая ситуация? Ведь на скоростях, близких к скорости света, изменяется и пространство, и, собственно, время само по себе тоже изменяется. Об этом всем нам известно давно. И вот в фильме, помните, было, когда дети летели в космос, и приближаясь к скорости света, они пролетели на какое-то большое расстояние, так и остались детьми, а на Земле все состарились, их учителя, какие-то друзья, знакомые. Да, да. Помните, был фильм такой, не помню, как назвал. Я тоже не помню, даже и фильмы не помню, но неважно, я предполагаю, что это может быть. Да, и что же? Вот смысл в том, что при скоростях, близких к скорости света, изменяется относительно нас с вами, изменяется как длина предметов, так и время, протекающее на этих вот, ну, грубо говоря, на этих предметах, которые двигаются со скоростью близкой. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, ну вот если они не найдут ошибки в собственном опыте, а они открыли, что существуют частицы, корпускулы, не побоюсь этого слова, корпускулы, которые двигаются быстрее скорости там, или волны, которые двигаются быстрее скорости света, значит, и тогда мы можем заглянуть за горизонт событий или что? Ну, видимо, да, я предполагаю, что, наверное, сможем куда-то заглянуть дальше, чем мы видим сейчас. Потому что теория относительности, как будут выглядеть, кто? Нет, как это будет заглядывание, как будет практически выглядеть, а вот этого понятнее. Как практически выглядеть, пока непонятно. Физика достаточно сложная наука, в которой и я-то толком не разбираюсь. Но если мы признаем, что что-то, есть нечто, что может заглядывать за горизонт событий, я представляю себе, как возрадуется клир, а не скажут, что это и есть бог. Вот, наконец, открыт бог. Ну, скорее всего, так и будет, да. Понимаете, да? То есть, потому что нам это не дано, пожалуйста, на наших скоростях. А бог, который движется совершенно, у него хард-диск другой, процессор другой и так далее, он видит такие... Поэтому он может двигаться с любой скоростью, разумеется. Ну, например, да. Спасибо, спасибо. Вот так-то. И понимаешь, что тебе придется уверовать? Настя! Для этого нужна будет специальная программа. Ты уже сейчас, ты уже сейчас начни. Ты уже сейчас начни. Тебя наука... Послушай меня, тебя наука приведет к богу. Ты можешь себе представить? Графики, да. Да? Но для этого я должна научиться их понимать, Сергей. Ха-ха-ха-ха. Верь, чтобы понимать, Фома Аквинский. 9.44. Подъем. Сергеем Даренко. Найроса. В здание Сбербанка на Академической никого не пускают. Рядом стоят тысячи людей. Ну, тысячи или сотни мы не видим, но тысячи – это оценка нашего слушателя. Спецслужб никаких нет, пишет Алексей. Это надо проверить. Это на Вавилово, наверное, имеется в виду. Да, может, это так и имеется в виду. Там здание Сбербанка. Дай, пожалуйста, вот этот телефон нашей новостной службы. Сейчас я тебе выпишу. Так, 8. Давайте я выпишу. 3, 7, 2. На. Спасибо. Алексей, Алексей, Алексей. Ребята, пусть позвонят. Что там творится у здания Сбербанка на Академической? По крайней мере, нам хотелось бы понять. Так, давай про Кудрина. Кудрин, значит, про Кудрина есть несколько вещей. Кудрин приезжал прощаться. Починок заходил к нему в кабинет, сделал фотку, выложил в Твиттере. Ее все теперь перепостили. Там, в том числе, в газетах. Вот. Значит, дальше. Вот я тебе говорю, Силуанов. Силуанов возглавил, который работает там абсолютно. Он родился и вырос в Минфине. Всю свою жизнь проработал. Только в армию уходил из Минфина. Вот. Силуанов парень такой молодой, что-то в 60-х годах родился. Сейчас не помню. В 63-го окончил Московский финансовый институт финансовый кредит. У него будет старший товарищ. Он такой тихий. Его тихий, спокойный, методичный, невероятно пунктуальный. Брал его с собой Путин в поездки. То есть, когда нужны были поездки, связанные с деятельностью Минфина, Силуанов сопровождал Путина. Это известно, по крайней мере, да? Значит, думают, что он пересиживает Силуанов. Думают, что вернется Голикова. И на это больше всего надеется врачебное сообщество. Врачебное сообщество невероятно полыхает просто. Полыхает надеждой. Еще вчера начались. Да, на докторе Киллера и всюду врачебное сообщество полыхает надеждой сплавить, избавиться от Голиковой. Это одна из самых, вот это вот просто как стон, я бы сказал. Можно Голикову назад в Минфин? Она же пришла из Минфина. А кто тогда в Минздрав? Ну, на Минздрав, может быть, Зурабову вернуть, я не знаю. Из Киева. Ну, что ему, он там на галушках-нибудь щеки наел. Пусть бы уже в Сбербанке пожарные учения, пишет 46-й, 22-й в Сберии учения по ГО. По гражданской обороне. Вероятно, также, что Сердюкова пошлет. Сердюков должен помочь физикам-ядерщикам, возглавив Минатом. Это не так, Лиз. Сердюкова тоже просят в шорт-листе на Министерство финансов. То есть Сердюков или Голикова могут перейти на Министерство финансов. А вы бы кого лучше? Вот кому больше хочется избавиться от своего министра, товарищи, скажите? Кто более ненавистен в собственном министерстве, скажите? Как вы считаете? Просто мне нужно тогда голосовать. Ну, я же сказал, Голикова и Сердюков. Скажите, пожалуйста, чтобы причинить стране наибольшую пользу, вы бы отправили на Минфин Голикову, 916-55-81, врачи очень хотят от нее избавиться. 916-55-81, Голикову на Минфин. Нет, Сердюкова на Минфин, 916-55-82, военные тоже от него невероятно хотят избавиться. Вот, и идет такое заочное соревнование, в интернете бомбообразно, взрывообразно расширяется. Вот это вот ощущение, я бы сказал, предвкушение счастья какого-то. Счастья, вероятно, сбыточного даже, сбыточного, не не сбыточного, нет. Значит, избагрить на Минфин Голикову, чтобы причинить стране наибольшую пользу, считают 916-55-81, звонят те, кто так считает, а сбагрить Сердюкова, и тогда стране будет причинен наибольший успех и триумф, 916-55-82. Есть встречное, мы не голосуем по этому поводу, есть встречное предложение Сердюкова в Минздрав, Фурсенко на Министерство обороны, а Голикову уже, пусть сейчас идет на Минфин. Да, про нее говорят, что она каждую цифру помнит, что она такой технически хороший экономист. Может быть, неудавшийся министр здравоохранения, но это же не значит, что она в других областях должна быть. Инсайдерская инфо, и Голикову не любят в Минфине. Ну, зачем же любить? Она явится вам в коже, вся в сплетках, в нашлепках таких металлических. Избавиться скорее надо от Голикова, отправив его на Минфин, 916-55-81. Избавиться скорее надо от Сердюкова, отправив его на Минфин, 916-55-82. Через минуту скажу вам результат. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. С нами Лев Быстров, аналитик фонда и биржи РТС. Лев, здравствуйте. Добрый день. Лев, скажите, пожалуйста, вы знаете, что в шорт-листе, но сегодняшняя пресса поясняет, что в шорт-листе на Минфин, в частности Голикова и в частности Сердюков. Вы кого бы прочили скорее вот с пожеланием успеха своей стране? Сложно сказать. На самом деле, все-таки кандидатура, которую называли, но все-таки она отклоняется. Глава Сбербанка лучше бы, наверное, подошел. Ну, а если Голикова или Сердюков, как бы вы выбрали? Ну, у госпожи Голиковой все-таки есть опыт работы. Опыт за нее. Мы проголосовали просто среди наших слушателей, кого бы они хотели сплавить, потому что Голикову сильно хотят сплавить врачи, а Сердюковы военные. 47,4% выиграла Голикова, чтобы ей идти на Минфин, а 52,6% все-таки Сердюков. Сердюков лидирует с небольшим перевесом. Многие также предлагают Нургалиева и Фурсенко отправить также на Минфин. А может быть, всех вместе вот некоторые предлагают. Да, простите, вернемся к бирже. Сложная будет ситуация. Ну, на самом деле, российский рынок вчера отыграл на фоне всего движения, в принципе, всех движений отыграл часть снижения, более 4% сзади, не полпроцента еще вечером прибавили, 1376, почти 77 пунктов. Сегодня у нас, скорее всего, рост замедлится. Это уже показывает, например, явно Азия, которая, в принципе, не очень уверенно сейчас выглядит. Нефть по-прежнему все-таки находится на хороших уровнях, но пока что у нее движение вниз сохраняется после отскока. Соответственно, сегодня ждем либо, в принципе, тех же уровней, достигнутых вчера, либо какой-то, может быть, небольшой фиксации. Ждем мы 2498 пунктов по РТС. Когда? 2498. Ну, в целом... Никогда. В целом, ну, в целом... Только в условиях хороших и конкретных новостей и решений. Спасибо большое, Лев. Счастливо, хорошего дня. Лев Быстров был с нами на связи. Поехали дальше. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе. Новостей. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. Я Андрей Черногоров. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Как у вас? У нас много денег и... На торгах по индексу госзаказа рост на 5 пунктов, а на торгах у нас сегодня такие вот услуги по финансовой арене, транспортных средств для учреждений. Хорошо бы. Ага. Да? Ули. Есть какая-то форточка, может быть, вам высунуться в форточку? Алло? Извините, связь прервалась. Sorry, the connection is lost. Представляешь, лост? Лост. Черногоров, мы его теряем. Нет. Поехали дальше. В движение. Ежа-пастушок, поиграй. Твои, поиграй. Ронять рук, Серёжа. Семь. Время, давай, разжёк. Подъём. 10 часов 4 минуты, среда, 28 сентября. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая программы. Здравствуйте, Настя. Попробуем позвонить по этому номеру. Нам некто Кирилл хочет рассказать немножечко о финансовой грамотности Голикова. Дело в том, что Голикова стоит в шорт-листе. Мы говорили результаты голосования. Извините, нас тут кто-то пропустил. Ребята спрашивают, а какой был результат голосования по Голиковой-Сердюкову? Вот какой. 47,4% за то, чтобы Голикова пошла на Минфин. И 52,6% за то, чтобы Сердюков пошёл на Минфин. Алло, здравствуйте. Да, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы говорите, что могли бы проиллюстрировать финансовую грамотность Голиковой. Да, я врач, и у меня второе экономическое образование. Вот, и, так сказать, я профессионально достаточно вынужден заниматься этими экономическими вопросами. И недавно я провёл много времени на сайте Минсоцздраворазвития, изучая концепцию развития здравоохранения. Райда. До 2020 года. Посмотрел финансовые документы и все выкладки. В общем-то, я не согласен с нашим доктором Рашалём в том плане, что в Минздраве сидят одни финансисты и нет врачей. И финансисты там не сидят, потому что, ну, все и выкладки... Попробуйте, Кирилл, говорить чуть-чуть громче, если у вас получится. Да, да, все выкладки, которые там представлены, они экономически ничем не обусловлены. Собственно говоря, та задача, которую ставит Минздрав в достижение среднего возраста 75 лет к 2020 году, она финансово никак не подкреплена. Я понял. То есть это фантастические выкладки и... Это абсолютно фантастические выкладки. Спасибо, спасибо, спасибо вам большое. Нам позвонил врач, который много занимается по роду, вероятно, он руководитель какой-то врачебной организации, много занимается экономической деятельностью, связанной с медициной. Он говорит, что не согласен с доктором Рашалём, который полагает, что в Минздраве сидят одни экономисты. Они и не врачи, и не экономисты, говорит Кирилл. Хорошо, слушайте, ну так что же, давайте-ка вернёмся к Кудрину, теперь уже другой ипостаси. Я хотел бы зачитать по-настоящему важное его послание. Он распространил послание прессе. Экс-министр финансового России Алексей Кудрин выступил с заявлением. Смотрите, кавычки открываются. В связи с многочисленными комментариями, мои отставки, хочу прояснить следующее. Я всегда, когда буду говорить от себя, я буду говорить, что это вот я говорю. В смысле, сейчас Кудрин пока. Моё заявление относительно того, что я не вижу себя в составе кабинета министров образца 2012 года, является продуманным и взвешенным. Первое. На протяжении нескольких месяцев, несмотря на мои многочисленные возражения, в том числе публичные, в сфере бюджетной политики принимались решения, без сомнения увеличивающие риски исполнения бюджета. От себя спрашиваю. Брат, ну ты там ставил подписи? Он ставил там подписи? Ну вот по-офицерски, если он по-офицерски себя ведёт, он должен был не ставить подписи. Да. Ну если ты офицер, извини, ты человек чести, а зачем ты ставил подписи? Да, да. Медведев говорит, вы ставили там подпись, товарищ дорогой. А зачем ты ставил подпись, если ты офицер, если ты человек чести, если ты интеллигент, если ты образованный, интеллигентный человек с честью? На хрена, что ты участвовал в этом, интересно? Чё ж ты тогда сейчас конючишь, ноешь, когда тебя выперли, как паршивого кота? Зачем же ты конючишь-то? А бюджетные риски связаны... Продолжаю искудренно. А бюджетные риски, связанные, прежде всего, с завышенными обязательствами в оборонном секторе и социальной сфере, неминуемо распространились бы на всю национальную экономику. В феврале этого года желание уйти в отставку я обсуждал с председателем правительства. Тогда отставка была признана нежелательной, в том числе из-за остроты ситуации, связанной с тем, что в этом году на бюджетный процесс накладывался процесс избирательный. При этом моё участие в будущей конфигурации исполнительной власти РФ не обсуждалось. Второе. То есть он работал в подполье, как Штирлиц. Сам он нацистскую идею не разделял, Штирлиц. Он был советским офицером, Штирлиц. Понятно, да? Он был разведчиком. Он разведчиком работал, он назло работал. У него был чётко ограниченный срок командировки. У него была командировка в правительстве, он их всех ненавидел, и всё, что они делали, ненавидел, подписывался для камуфляжа. На самом деле он их всех ненавидел. Вот так я понимаю, это так, примерно, да? Ну, был бы интересен его ответ послушать, конечно. Второе. 24 сентября определилась структура власти в нашей стране на длительную перспективу. Определился я, объяснив свою позицию. Эмоции здесь абсолютно ни при чём. От себя, позвольте. Определиться следовало бы. Написав заявление, а не ждать, когда тебя выкинут, как паршивого кота. Нагадившего. Да написать заявление надо было. Кудрин Алексей Леонидович. В таких вопросах по-офицерски. Пишут заявление. А потом клюв открывают. А не наоборот, нет. Не наоборот. Алексей Леонидович поступил по-бабски. По-бабски он поступил. Потому что он начал сутяжничать с президентом. Он начал сутяжничать. В надежде, что его прикроют Владимир Владимирович. И он на это прямо указывал. Что вы, Дима, постойте пока снаружи, а мы пока с Владимиром Владимировичем обсудим. Вот ровно на это указывал Алексей Леонидович. Это недостойное поведение. Не офицерское нифига. И не интеллигентное. Нет. Это сутяжничество бабское. Такое, знаешь, свекрухи с невесткой. Вот примерно так. Третье. Якобы существовавшая возможность возглавить правое дело, на самом деле, для меня отсутствовала. Я не рассматривал для себя перспективу участия в искусственном проекте. По факту, дискредитирующем либерально-демократическую идею. Почему? А что искусственного у либерально-демократической идеи? На самом деле. Послушайте, в либерально-демократической идее искусственна сама идея. Все остальное естественно. Естественно, провал. Естественно, ужас Естественно, абсолютно все естественно Кроме самой либерально-диократической идеи Которая насквозь искусственная, да, это правда Четвертое, но не последнее Я благодарен всем, кто выражает мне сегодня поддержку Стало быть, он мне не благодарен, ну и хорошо А вот, а теперь он мне благодарен, смотри Также благодарен и тем, кто подарил мне за последние два дня Неоценимый аппаратный политический жизненный опыт Я же подарил ему какой-то жизненный опыт, щуточку, нет? Ну, щуточку Вы делаете это изо дня в день Ну, я стараюсь Слушай, значит, политический опыт ему подарили, это что значит? Вот какой-то подарили Вот он говорит, что ему подарили политический опыт Это значит, что он, да, это значит, что он пытается идти в политику Смотрите, Кудрин заявляет, четвертое, но не последнее Яблоко, то есть он не закрывает, понятно, да, он закрывает письмо и пишет Четвертое, но не последнее Не последнее по смыслу, по смыслу, да, не последнее по смыслу имеется в виду Значит, четвертое, но не последнее, перевод с английского Я благодарен всем, кто выражает мне сегодня поддержку. Также я благодарен тем, кто подарил мне за последние два дня неоценимый аппаратный политический жизненный опыт. Для чего? Что значит политический опыт? Ему подарили политический опыт. Вот это и надо обсудить. Ему подарили политический опыт. Что это могло бы значить? Через минуту. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Профессионалов такого уровня в стране больше нет. Профессионалов такого уровня, запятая, прочту точно из Чубайса. Профессионалов такого уровня, способных работать в нынешней политической конфигурации, в стране больше нет. Пишет Чубайс. Я, если позволите, сомневался всю свою жизнь и сомневаюсь до сих пор в репутации профессиональной, дутой вполне. Как Чубайса, так и Кудрина. Почему вы сомневались? Потому что это, я тебе объясню, это репутация, некое самодостаточное явление. Вот скажи, пожалуйста, кто в стране самый большой профессионал, там, не знаю, в любой области? Тебе скажут Чубайс. Уникальный менеджер? Уникальный менеджер? Да. Значит, все, уникальный менеджер способный, вот, мобилизационно решить вопрос любой, так сказать, все организовать и так далее. А с уникальной командой менеджерской, которая... Но это не все так ответят на этот вопрос. Большинство. Значит, ну, во всяком случае, в либеральной среде. Ну, да. А дутая репутация? Дутая репутация. А как она возникает, такая репутация? То есть, Чубайс способен создать фирму Рога и Копыта, да, действительно, на пустом месте. Можешь его в штате Юта поставить на песок просто, и он создаст. А можно, например, в Сибири поставить Чубайса, не имеет значения. Значит, это будет решено ценой невероятных вливаний денежных, многомиллиардных, да? Будет поставлена фирма Рога и Копыта. Все будут по-настоящему, визитец председатель будет настоящий, все будет очернильница куплена, все будет правильно. Понимаешь? Значит, результат будет нулевым, нулевым, торжественно нулевым. И это укрепит еще раз репутацию Чубайса как великого профессионала эпохи. Понимаешь, да? Значит, Кудрин, Кудрин, есть великий профессионал эпохи. Знаешь, почему? Почему? Потому что он не платил. Потому что он не платил. Вот Кудрин, смотри, внимание, значит, считается бюджет, после чего ты должен его выбивать. Вот в этом профессионализм Кудрина. Понятно, да? Если Чубайс тратит деньги, он создает Рога и Копыта и покупает чернильницу и больше нихрена не делает. Там еще обводят аппараты, отмечающие время прихода и ухода сотрудников. И из этого делается репутационно невероятно жестким руководителем, вот, который себя не щадит, совершенно не щадит. И от сотрудников требует того же. То Кудрин похож на наш автомат. Ты где-то жаловалась, что деньги забрали, а кофе не выдали? Да. У нас на этаже? Да. На этаже, но у нас. Однажды было такое, да. Так что ж однажды-то? Ты уж жалуешься по полной, я от тебя все время вопли слышу какие-то. Да это я забываю сдачу собрать. Да? Да. А потом кто-то подходит и на эту сдачу пьет кофе, да. Кудрин, это Кудрин, это разновидность автомата по продаже бутербродов, который деньги берет, а бутерброды не дает. Да, а бутерброды на пятом этаже, да. Бутерброды на пятом, на восьмом были, теперь нет, я сегодня ездил. Ну, слушай, нет на восьмом, понятно, ты меня послал на восьмой, там нет, давно при том. Какой ужас. Ну, слушай, значит, бутерброды не выдает, а деньги берет. Бывают такие автоматы? Бывают. Бывают. Значит, вот это Кудрин и есть, Кудрин, разновидность такого автомата. И за это его ценят? За это его и ценят. Те, кто поставил автомат, конечно. Конечно, потому что ты кладешь туда сто рублей в надежде получить бутерброд с семгой, тебе дают фигу торжественно, ты начинаешь трясти его, качать, бить об стену, там, поднатужившись, понимаешь, да? Да. Результат ровно ноль, твой бутерброд качается. Бутерброд болтается. Нет, бутерброд качается, качается, качается и хочет упасть, но не падает. И ты, значит, потом пишешь какую-то жалобную книгу, потом там говоришь охране, что хренов автомат по выдаче бутербродов не выдает, бутерброды деньги забрал, и все на свете, понятно, да? Это и есть Кудрин. Так в чем тут профессионализм? Это сломанный автомат по выдаче бутербродов. Вот что такое Кудрин, понимаешь? В чем тут профессионализм объяснение? Объясните, кто-нибудь объясните мне. Вот мы прошли кризис так мягко, вот это вот стабилицо, подушка безопасности, ну вот все эти навязчивые на зубах слова, они, может быть... Объясните мне, что значит, что значит профессионализм Кудрина? Все, что мне известно о Кудрине, это то, что он брал деньги и не выдавал бутерброды. Это разновидность плохого сломанного автомата по продаже бутербродов. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да, давайте спорить. Если вы позволите, я вам посоветую выключить радио. Может быть, ногой. Я выключил. Ногой, ногой. Все, спасибо. Объясните, по поводу профессионализма? Да, по поводу профессионализма, да. Ну, я думаю, что он профессиональный человек, который думает, как бы ничего не делать, потому что может упустить деньги, и за это у него будут спрашивать. За все это время, пока он работал, он, можно сказать, что ничем не рисковал, то есть никаких рисковых движений не сделал. Он просто не платил, он просто не платил. То есть он просто не платил. Вот в этом его профессионализм, понимаете? Действительно уникальное качество, когда ты просто не хочешь делать свою работу, и ты просто сломался, да, внутренне. Ты ничего не платишь. И ты, правда, выходит экономия. Алло, здравствуйте. Ой, здравствуйте, первый раз зазвонил. Я вижу, я вижу, да, спасибо. Что хочу сказать по поводу Худрина. Тут ситуация в следующем. Да. Вы говорите, что это автомат, который не платил, так? Да, который не платил, совершенно верно. Если в автомат опускаешь деньги, он не платит, что делать с автоматом? Я его бью об стену все время, да. Правильно, убирают и все. Да. Весь кайф в том, надо вовремя выдавать бутерброды. Ну да. Раз не дал, три раза дал. А, то есть надо знать, кому не давать. Абсолютно правильно. И тогда, а давать только если это какой-то... А давайте там уже внутренний алгоритм, который мне, например, не понять. Может, там кто-то сверху сидит, не знает. Я не знаю, я не знаю, на самом деле это правда. Но я думаю, что уже сверху не сидел. Это был весьма авторитетный министр финансов, который сверху почти команд не получал, как представляется. Но, тем не менее, автомат в розетке должен торчать, правильно? Это правда, он торчит в розетке. Ну вот. Спасибо. Сегодня хочу обратить внимание ваше на еще одну удивительную статью. Подождите-ка, подождите-ка. Я хотел сказать, вот ФИ, подписывается ФИ. Даренко проинструктировали мочить кудрина ФИ, пишет. Позвоните, пожалуйста, 70-й или 70-я. Вот если ФИ, это, наверное, по-женски. 70-й, позвоните. Я вам расчищу линию. Ребят, не звоните никто, 70-й сейчас позвонит, а? Вот не звоните, пожалуйста, никто добренький. Ну, что эти все решили? Не звоните, пожалуйста. Нет, не звоните. 70-й, позвоните, пожалуйста. Что вы проинструктировали? Мне ужасно интересно узнать, как это и кто это проинструктировал меня. И ФИ, расскажите мне, кто меня проинструктировал. 70-й. Ну, 70-й. Во-во-во-во. 70-й. 900-й. Секундочку. Нет, 967 нужен, не 917. 967, чтобы на 70-й заканчивалось. Ребят, кто меня проинструктировал мочить кудрина? Вот это мне интересно. Ужасно. Что, я это делаю, по крайней мере, 6 лет подряд на радио, 6 лет подряд. Критикую кудрина, я бы не стал употреблять уголовные лексики, вопреки вашему желанию. И 6 лет подряд на радио я этим занимаюсь. И это показалось вам странным, да, что я вдруг продолжил это. Да? То есть, вот как 6 лет критиковал кудрина, так и продолжает. Значит, заказали. Да? Ну, есть такое мнение, что слушатели шутят через сайт тоже. Через сайт тоже нет. Ну, немного, да, но есть. Ребят, ну, кто-нибудь объясните мне, почему это мне заказали. Секундочку, мне очень интересно. 788-170, да. Здравствуйте. Может быть, вы докажете это. Или расскажете. Здравствуйте, да. Разрешите спасти автоводителей. Нет, нет, подождите, нет, подождите, нет. Сейчас мы, у нас тут нашла коса на камень, поймите-ка. Тут очень важно. 788-170, пожалуйста, в защиту кудрина обругайте меня вот в духе ФИ. ФИ боится звонить, боится, стесняется. ФИ ужасно стесняется своих слов. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день, Сергей. Давайте меня критикуйте. Меня. Я вас буду критиковать, но в каком плане. Прошу вас. Вы очень талантливый журналист, но вас не Кудрину заказали, а у вас вынос по ветру держит очень хорошо. Нет, я не держу унос по ветру. Вы талантливый вы это делаете. Нет, нет, нет. С 2005 года я на радио, с 2005 года. Вы на радио на Эхо Москвы были до 2007, по-моему, года. Я на радио, вообще на любом радио, с 2005 года. С 2005 года, так. Да. Напомните мне хоть один раз, когда я не критиковал Кудрина. Ну, скажите, фактические идеи до сих пор укреплены еще. Секундочку, секундочку. С 2005 года хоть раз я не критиковал Кудрина, напомните. Ну, сейчас я вот конкретно не могу вам сказать. А я вам конкретно объясняю. Я вам конкретно говорю. Последние шесть лет на радио критикую Кудрину. Последние шесть лет на радио. Вы не только Кудрину критикуете, вы критиковали и Березовского, вы критиковали Лукова. Нет, это неправда. Это неправда. Это неправда. Березовского я не критиковал. Березовского не критиковали? Нет, никогда не критиковал, нет. Нет, никогда. Я даже понимаю, почему вы этого не делаете. Я никогда не критиковал Ходорковского. Я тоже понимаю, почему. Потому что он узник. Потому что, и так далее. Нет. А Ходорковскому вы сейчас вообще ничего не говорите. Нет, а почему вы намекаете? Подождите, на что вы намекаете? Подождите, мне интересно, ужасно. Ну, что Ходорковский, это такое явление, что если критиковать, не критиковать в вашей ситуации, это сложно что-то делать. Вы знаете, вы придумали ситуацию мою, придумали. Как если бы вы в ней находились. Я другой, я не такой, как вы. То есть, свое душевное устройство я как бы на вас перевел, да? Ну, конечно, ну, конечно. Вы пытаетесь приписать мне какие-то свойства падали, которые, безусловно, находите в каком-то живом человеческом материале, вероятно, в себе. Вероятно, вероятно, в себе. Вы находите, вероятно, в себе. Подойдите к зеркалу, товарищи, плюньте в него, пожалуйста. Значит, Кудрина, я ни разу, ни разу не было дня, чтобы я его не критиковал. Я бы очень удивился, с чего бы я вдруг поменял позицию. С чего бы я вдруг поменял? Все это бессмысленное существо, которое занималось стерилизацией русских денег. Стерилизацией русских денег. Понятно, да? Он говорил, нужно стерилизовать деньги, стерилизовать, отправить их в США, купить казначейские обязательства Соединенных Штатов. Вы что, ребят? Я вот помню очень хорошо последние все эфиры назад. Это не бред? Это не бред? Это не бред? Заводили речи о дорогах, которых нет. Это не бред кабалиста Кудрина. Это не бред кабалиста Кудрина. Объясните мне, пожалуйста. Это не бред кабалиста Кудрина. Это сломавшийся робот, который раньше, хоть по крайней мере, был воткнут в розетку правильно, а потому что сошел с ума и начал дерзить, собственно, инженеру-настройщику. Понимаешь, да? То есть, окончательно сошел с ума. Кто это мне заказал, Кудрина? Ребята, вы что? Вы очень странные вещи говорите. Поехали дальше. Русская служба новостей. Москва. 107.0.ФМ. Подъем. Обзор печати. Обзор печати, Анастасия Аножко. Ура! Здравствуйте еще раз все. Смотрите, ну, на месте Кудрина теперь Антон Силуанов, и он будет работать под присмотром Игоря Шувалова по Камест. Это исполняющий обязанности министра финансов. Замглавы ведомства теперь у нас назначен. Так что все в порядке. Кудрин высказывается через прессу. Пресса продолжает обсуждать эту отставку. Но сегодня я хотела обратить внимание на интервью российской газеты с Ивановым, которая у нас в госнаркоконтроле. И он говорит о том, что они совершенно несправедливо всю коноплю занесли в разряд запрещенных культур. И желательно, соответственно, засеять, он так и говорит, засеять поля пустующие в России коноплей, потому что из нее до 25 тысяч наименований всяких товаров можно делать. И ткань из нее хорошая получается, и бумага, и все, что хочешь. И уже пошли сейчас на ленте реакции. Вот Брюн сказал, что он, в общем, против и не знает такой конопли, в которой бы конобиоиды не содержались. Вот сейчас только что в 10.16. А Нищенко не видит вреда в идее ФСКН растить безнаркотическую коноплю. То есть поддерживает идею Иванова. Все соответствующие заинтересованные люди могут сельскому хозяйству обратиться сегодня в российскую газету. Известие рассказывает о том, что Каддафи готовится стать мучеником. Полковник находится в Ливии по-прежнему, несмотря на все, что там происходит до сих пор. И обещает устроить шок клики агентов. Ну, собственно, натовским всяким и так далее. Росреестр собирается взять и переучесть все построенное в России, все здания и сооружения. Об этом тоже в известиях. И сын, экс-премьера Фродкова, возглавил агентство по страхованию и экспорту. Поздравляем с новым назначением. Коммерсант рассказывает о том, как высокопоставленного чиновника за вымогательство всего три месяца он проработал в Мосавтохолоде. И вот теперь Олега Буславского арестовали. Он за три месяца усумел до 700 тысяч рублей на вымогать. Причем, как только он пришел на место работы, сразу попросил ему и у подчиненных, и у арендаторов, и у всех попросил денег. Сегодня в Коммерсанте подробности. Ну, и Европейский суд заступился за депортированного из России камерунца из-за его детей. Хоть он и в небрачном, небрачные дети у него, но не надо было его дважды хотели депортировать. Десять часов тридцать минут. Сейчас новость НРСН. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На Русской службе новостей. Я хотел бы пригласить к разговору об интеллектуальной обеспеченности московской интеллигенции, московскую интеллигенцию. И для того, чтобы дать вам параметры, друзья, вашей интеллектуальной необеспеченности, или, скажем так, почти нулевой интеллектуальной обеспеченности, вашей антиинтеллектуальности, московской интеллигенции. Я хотел бы дать одного из флагманов, одного из известных людей, который обнаруживает абсолютную интеллектуальную необеспеченность, господин Иноземцев, Владислав Иноземцев. Я читаю его с удивлением сегодня в МК. Слава Иноземцев. Слава Иноземцев считается светлая головушка. Слава Иноземцев – светлая головушка. Известный человек в либеральных и демократических кругах, известный человек, радующий за европейский проект. Значит, и вообще европейский проект для России. Я читаю его сегодня в МК, и всех приглашаю это сделать. Прочитайте, пожалуйста, славу Иноземцеву сегодня в МК. И посмотрите, что он пишет. Он пишет, что есть несчастные люди. Он пишет, что Россия бескудрена. Значит, есть несчастные люди, Дмитрий Анатольевич и Алексей Леонидович, которые пострадали от кого-то незримого, но плохого. Я так понимаю, они пострадали от Путина в глазах Иноземцева. Не от Суркова? Нет, Дмитрий Медведев. Вот смотрите, что он пишет. Единая Россия, как свора собак, накинулась на бывшего министра Кудрина. Ну, Кудрина, это я вставил. Тут министра запятая. Словно забыв, что это он устанавливал низкие налоги на доходы предпринимательствующих слуг народа. Собирал резервные услуги. Ну, неважно. Значит, что он перечисляет за заслуги. Важна следующая оценка. Единая Россия, как свора собак, накинулась на бывшего министра Кудрина. А и перед этим несколько абзацев выше. Очевидно, что фактическое отречение Дмитрия Медведева от власти далось президенту нелегко. И при некоторых обстоятельствах может оказаться и неокончательным. То есть, Иноземцев надеется, что Медведев сейчас отправит в отставку Путина. И пойдет баллотироваться на второй срок. Ну, это явственно, это весьма явственный намек. То есть, Иноземцев пишет следующее. Фактическое отречение Дмитрия Медведева от власти, сегодня МК, далось президенту нелегко, тире. И при некоторых обстоятельствах может оказаться и неокончательным. То есть, слава Иноземцев, слава Иноземцев говорит, у Медведева есть время выгнать Путина и пойти на второй срок. Вот что говорит слава Иноземцев. В сегодняшнем МК, после чего ругает Единую Россию, которая как свора собак накинулась на Кудрина. Значит, ребят, я когда это читаю, у меня возникают интеллектуальные вопросы, если позволите. Они вполне дошкольные. Я понимаю, что вы умнее меня. Но, пожалуйста, я дошкольные вопросы свои спрошу. А это не Медведев разве выгнал Путина? Не знаешь, нет? Выгнал Кудрина. Прости, прости, этого самого Кудрина. Нет, нет. Не Медведев? Кудрина выгнал. Медведев. Медведев. А как у славы Иноземцева получается, что Кудрина выгнала, как свора собак, Единая Россия, и, стало быть, Путин. И Медведева тоже, свора собак, Единая Россия, который возглавляет, правда, теперь Медведев, ну, как ты знаешь, значит, в качестве лидера на выборах. То есть, у Иноземцева, например, легко мир составлен. Смотри, как у Иноземцева составлен мир. Смотри, с чего состоит мир Иноземцева. И московская интеллектуальная элита, насколько я понимаю, которая интеллектуально не обеспечена вообще никак. Значит, Иноземцев полагает, что существует плохой, какой-то плохой, сейчас опишу его параметры, секундочку, можно я прочитаю сейчас, потому что мне надо совсем уж, значит, который объят страхом, дальше страх за, ну, дальше цитата, кавычки, за наворованное, страх за наворованное, зависимость от многочисленных бизнес-схем, усталость от власти, боязнь решиться на сколь-либо осмысленные шаги в сторону развития. Есть кто-то, которым владеет страх за наворованное. Ну, коротко, да? Есть кто-то, господин Икс, которым владеет страх за наворованное. Этот господин Икс, объятый страхом за наворованное, убрал двух хороших людей. Он убрал двух хороших людей. Значит, Дмитрий Анатольевич Медведев. И он убрал тоже, уже из страха за наворованное, Алексея Леонидовича Кудрина. Вот какой он, этот плохой. И у него есть свора, у этого плохого, объятого страхом за наворованное. У него есть свора. Свору звать Единая Россия. И он свору напустил. На обоих, я так понимаю, нет, или на Кудрина только. Пока только на Кудрина. Но у Дмитрия Анатольевича еще есть шанс выгнать этого плохого, объятого страхом за наворованное, выгнать, вернуть Кудрина, тогда, вероятно, ну, так выходит. Потому что Кудрина тоже плохой выгнал. Понимаешь, нет? Ну, да. Я не понимаю. А я нет. Ну, нет, тут он уже не обходит, что личностный конфликт вышел между Медведевым и Кудриным. То есть, можете объяснить мне, вот этот кошмар в голове иноземцев, потому что иноземцев аттестуется как человек не чуждой интеллектуальности. Что это за пурга, объясни мне. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это из города Железнодорожного, я слушаю каждый день ваши переговоры. Я его смотрю, да. Мне интересно вот этот вопрос. Пропустите хоть один день. Экономика от этой стороны от Кудрина не зависит. Не зависит, да? Спасибо вам огромное. Не зависит нисколько. Ну, и прекрасно. Я так и знал. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Алло, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Михаил. Вот эта абсурдистская, на мой взгляд, картина сегодня в МК. Я с удовольствием читаю, но мне жалко, потому что иноземцева я почитал человеком умным. А это было ваше глубокое заблуждение. Да. Дело в том, что иноземцев, и же с ним, он не выражает интересов простых людей. Он обслуживает некую, либо... Не надо мне простых людей. ...швальт, которая на самом деле просто хочет припасить кормушку власти. Я в высшей степени не обязательно мне обслуживать простых людей. Слушайте, люди открывали гравитацию совершенно не в целях обслуживания простых людей, и это как-то все равно канала. Понимаете, вот были люди, которые обнаружили гравитацию, например, кидая непрерывно яблоки, опираясь на презрение к простым людям. Ну вот, но это все равно... Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Слушай. Алло. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, объясните мне интеллектуальность вот этого вот послания. Это что значит? Вы знаете, что Кудрина никто не убирал. По-моему, это очередной акт предвыборной кампании. Никто не убирал, спасибо, да. Спасибо. Никто не убирал Кудрина. Кудрин, наоборот, тайно продолжает. Спасибо огромное. Это усугубляет, я бы сказал, да. Ага, да, здравствуйте. Алло, алло, это я, снова я. Да, что-то случилось со связью, я понял. Да, здесь вот, да. Я писала письмо президенту по поводу экономики страны поднять. Да, правда? О, черт, опять вырубилось. Извините. Может быть, нам звонил будущий министр. Как раз, может быть, звонит министр финансов, а мы, к сожалению, все время обнаруживаем, что связь нестабильная. 7-8-8-8-7-0, да, прошу вас. Прошу вас. Да. Добрый день. Здравствуйте. По моему мнению, как бы, эта статья, которую вы только что озвучили. Я не озвучил, извините, я не озвучил, а прочитал. Никогда ничего не озвучиваю. Представьте себе, ни разу, вот сколько работаю в прессе, ни разу ничего не озвучивал. Озвучивал иногда в тон ателье, но собственные тексты только, больше никогда ничего не озвучивал, нет. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Ну, вы меня слышите, да? Ну, да, но как? Отлично, а то я радио выключил. Меня зовут Виктор. Да, Виктор. Мне кажется, здесь роковая ошибка, вот, в частности, статьи, немножечко, и позволю себе позаметить в ваших суждениях. Давайте, вот. Уверен оказался очень умным человеком по одной причине. Он хотел понять, что работать с господином Медведем, как премьер-министром, он не в состоянии и не может, именно не потому, что он не может, а потому, что вот это первое лицо не может быть премьер-министром. Правда? Он не в состоянии подтянуть экономику страны. Я скажу так, послушайте меня, это вашу боль, я понимаю, я вашу боль понимаю, но, как человек честный, Кудрин не имеет права вякать, сидя в кабинете. Он должен подать заявление сначала, а потом вякать. А он делает торгом, он вякает из кабинета, а потом начинает склочничать, что он побежит к Путину жаловаться на Медведева. То есть, он ведет себя недостойно. Кудрин вел себя, ребят, на ваших глазах. Кудрин вел себя недостойно, стыдно вел себя, стыдно. Вел себя Кудрин, стыдно, понятно, да? Значит, человек чести должен был подать заявление, и не ставить подписи под бюджетами, и под проектами бюджета не ставить подписи. Понимаете? Кудрин облажался многожды, торжественно. Он ставил всюду свои подписи, всюду ставил свои визы. После чего в страшном сне ему показалось, что он скотина, неправильно их ставил. И он побежал жаловаться на президента премьеру. Понимаете, да? Бегал. Бегал между ними, бегал. И это дешево. Он вел себя как дешевка. Ваш Кудрин вел себя как дешевка. Так офицеры себя не ведут, понимаете? Интеллигенты так себя не ведут. Ну, ребят, ну чего вы, ребят, ну чего вы? Ну, вы книжки почитайте. 19 век какой-нибудь возьмите, может быть, для примера, так сказать. Там вот есть проза неплохая в 19 веке писалась. Через минуту вернемся, продолжим. Да, поехали дальше. Вот что я хотел бы все-таки уточнить. Объясните мне, пожалуйста, этот странный эффект, когда люди живут ватагой. То есть люди живут стайками. Все, что делают члены стаи, охренительно. Понимаете? То есть, а все остальные, кто критикует членов стаи, это вот мочильщики и так далее. Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Алло, Сергей, здрасте. Здрасте. Алло, Сергей. Алло, алло, алло. Так, не получилось. Видите, первый раз не у всех получается, потому что, когда звонишь первый раз, не знаешь правил этой станции, начинаешь аллокать. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Вы знаете, мне кажется, что вот... Я вас попрошу, знаете, по качеству звука приглушить радио и... А, вы говорите hands-free, да? Да, да, да. Черт. Ну, наклонитесь к рулю или к чему-то, потому что вас плохо слышно. Ну, вот сейчас, может быть, получше. Ну, я вытягиваю здесь пультом, попробуем вытянуть, давайте. Вы знаете, мне кажется, что вот то, что вы процентировали, господина Игнатьева и так далее... Какого? Иноземцева, примите, да? Какого Игнатьева? Это такая... Нет, подождите, вы думаете, что Иноземцев сделал с Игнатьевым мгновенно? Нет, это не так. Послушайте, мне нужен человек, который понимает, хотя бы знает Владислава Иноземцева, ну, или, по крайней мере, слышал об этом выдающемся экономисте. Если вы путаете его с Игнатьевым, я полагаю, из Центробанка, да? Алло, здравствуйте, да? Да, здравствуйте. Я хотел бы защиту Кудрина сказать пару слов. Давайте, нет, не Кудрина, Кудрина, а вообще вот всей этой ватажности, стайности. Ну, смотрите, наверное, мне, как и на мой взгляд, меня зовут Григорий, и на мой взгляд, ситуация в следующем, что Кудрин в данной ситуации выступает как мальчик для битья. Никто же не поднимает такие вопросы, как кому принадлежит Центробанк, кто занимается эмиссией денег в нашей стране. Если бы эти вопросы поднимали, я думаю, Кудрин бы остался далеко, далеко в стороне. Он не имеет права с ним заниматься, послушайте меня, он не имеет права заниматься Центробанком, он не имеет права, он много руководил Центробанком, но это была полуподпольная деятельность, он не имеет права по документам, по всем, понимаете? Ну, не имеет, нет, спасибо, но что вы говорите, извините, Центробанк абсолютно независимая от Кудрина организация, и то, что Кудрин ею рулил, так, это левой ногой время от времени, и, простите, это было незаконно, незаконно. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Алло, добрый день. Да. Вот сейчас скажу, просто вот слушаю все, да, за и против. Давайте. Мне кажется, вот как раз вот ваши слова, что он так по-бабски поступил, это, в принципе, вот актуально. Мне кажется, что он, если я не ошибаюсь, 11 лет уже в правительстве. 12 он был, ну да. Ну да, и вот уже привыкли себя считать таким тяжеловесом, таким серьезным мужиком, что, как бы, все вот проблемы и баталии обходят его стороной. Меня интересует, меня главным образом интересует ватажность, стайность, бандитская логика, кумовская, семейственная логика, в том числе московской интеллигенции. Посмотрите, человек вел себя грязно, грязно, то есть он в феврале и январе подписал проект бюджета, в сентябре он обнаружил, что сам себе, что это ужасный был проект бюджета. А зачем ты подписывал, брат? Не очень понятно, понимаете, вот по-любому спросить его, вот по-честному, по-офицерски спросить, товарищи офицеры, а зачем вы это сделали, объясните? Зачем вы подписали в феврале или в январе, об этом, кстати говоря, говорит иноземцев, что он подписал тогда не хотя этого. Значит, а зачем же ты теперь в сентябре вспомнил, братец? Что ж ты тогда мог сказать, я не подпишу, я не подпишу, но ты подписал, там стоит его виза, его подпись. Значит, дальше, он все время торгуется, ходит, и потом, когда он говорит, что президент у него плохой, и он не согласен с президентом, он говорит, нет, я с вами не буду, я побегу к премьеру, на вас жаловаться. Ребят, он ведет себя грязно, и при этом он обладает великолепной репутацией. Иноземцев сегодня пишет, что существует какой-то вор, в стране есть вор, который командует Едино-Россией, значит, ну, как вы знаете, возглавляет списки, вообще говоря, Медведев, который выгнал с работы Медведева и Кудрина, которые хорошие. Вот иноземцев все дома в этот момент, объясните мне? Ну, обычно, когда вот такие речи завуалированы, и, скорее всего, от иноземцев, он иногда, когда очевидные вещи говорит, ну, понятные уже всем, да, его все понимают. Когда он, наверное, сам сейчас немножко ситуацию не догоняет, вот он сказал... Спасибо. Иноземцев заявил, что существует плохой дядя, плохой дядя, который выгнал с работы Дмитрия Анатольевича, но Дмитрий Анатольевич еще и зловчится и выгонит плохого дядя с работы, потому что вот что он говорит, «Отречение Дмитрия Медведева от власти далось президенту нелегко, и при некоторых обстоятельствах может оказаться и неокончательным». Надеется иноземцев, что Медведев возьмет сейчас, да и выгонит Путина. На отставку отправлюсь. Вот. Значит, это первая надежда иноземцева. И вторая, значит, Путин выгнал Медведева и выгнал Кудрина. Вот такой Путин у нас. А Единая Россия, внимание, как свора собак накинулась. Единая Россия как свора собак накинулась. Потому что у Путина есть Единая Россия, это свора собак. Вот такая идея иноземцева представляется до обидного малоинтеллектуальной. Больше того, репутационно Кудрин, Кудрин человек грязный. Кудрин грязно себя вел. Он визировал, а через 7 месяцев после визы подписывал, а через 7 месяцев после визы обвиняет собственное начальство в том, что ты визировал. Ну, ты засранец, у меня на работе так не будут себя вести. Понимаешь, у меня... Пойми, сейчас слушай меня. На работе у меня, у меня на работе, и у вас на работе, ребят, представьте себя на работе, да? Кто-то в феврале что-то подписал, подписал. А его, так сказать, ведомство обеспечивало просчеты все и так далее. Понятно, да? А в сентябре, говорит, что я не хотел тогда это подписывать. Извини, но ты просто говнюк. Я уже с таким человеком разговаривать не буду вообще никогда. Понятно, да? Это грязное поведение. И он начнет бегать между мной и другими какими-то начальниками и кляузничать. Я скажу, слушай, товарищ родненький, ну ты ведешь себя, как сказать, абсолютно грязно, извини. А то, что Путин выгнал Медведева с Кудриным вместе и натравил на них свору Единая Россия, это Славе Иноземцеву, это что, белая горячка? Что это у Славы? Что случилось со Славой? Что случилось с московской интеллигенцией? Ребят, вы что, ребят? Вы не хотите просушить мозги, там отверткой поковыряться в ухе? Что у вас случилось с головой, идиоты? А? Поехали дальше. Русская служба новостей. В движении. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте. Да. Где едете, что видите? Алло. Видите, как человек пришел в затруднение в этот момент сразу. 7-8-8-107-0. Где едете, что видите? Пробки засады аварии. Алло, здравствуйте. 7-8-8-107-0. Пробки засады аварии. В движении. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Алло, добрый день. Опять Татьяна. Звонила час назад. Ну, расскажите. Час развернулась. Опять на сущевке. Внешняя сторона. Плохо. А зачем вы ездите взад-вперед? Знаете, я ездила навстречу. И опять получилось так, что я опять развернулась. То есть, час назад та сторона сущевки стояла, это ехала. А в пирот я попала. Час не везет. Я просто, знаете, я всегда, когда человек едет туда-сюда, и так далее, я все время подозреваю, что это развозчик пиццы. Нет, нет. Мне хочется заказать вам маргариту. Да, привезите на меня маргариту. Спасибо. Хорошего дня, Татьяна. Хорошего дня. 788-107-0. 788-107-0. В движении. Где едете? Что видите? Пробки засады аварии. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я еду по беговой в сторону третьего транспорта. Достаточно неплохо. А вот отсюда, от Рижской, как бы от Савеловской стакана, ну, немножко так вяленько тянется. Пробки засады аварии. Здравствуйте. Где едете? Что видите? Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Алло, здравствуйте. Дима, меня зовут. Вы знаете, как ни странно, от Варшавки доехал вот уже до Волоколамки. По внешнему кольцу. Очень неплохо. А мы вчера всех напугали нарочно, чтобы сегодня никто не ехал. Дима, спасибо. Еще 788-170. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я прошу прощения. Да, просите. Вы не поверите? Нет. Но чуть больше часа с 41-го километра Минского шоссе до Ивантеевки-Ярославского шоссе. Я проехал без проблем. А как? Ну, через МКАД, естественно. Нет, до МКАДа, по внутреннему, и на Ярославку, и вот по Ярославке я уже приезжаю к Ивантеевке. Теперь вас будут показывать за деньги. Это правда. Вас будут показывать за деньги. Какой она счастливчик. Ну, так вот. Анастасия Аножко провела этот выпуск. Светлана Матвеева остается, чтобы рассказать вам о спорте. А я пойду и проживу ее. Эту среду, 28 сентября. Эту혼ки. Эту-га. 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 Эту-гу. Эту-га. Продолжение следует...